Девочки, привет! У меня тут собрались очередные пустые ванночки. Давайте начнем. Вот такая вот Зева большая, аромат сирени, с такой ручкой удобной на пакетике. Ну, Зева-Зева. Мне очень нравится, что тулкую-втулкую туда можно смывать унитазы, конечно. Но здесь два слоя, и она ничем не отличается от обычных других фирм, там подешевле. В общем, поэтому мне нравится Зева, получается, только не меньше трех слоев, она больше трех слоев не бывает. Поэтому вот это все-таки мне не устраивает, потому что два слоя мне маловато. Так, еще у меня вот такая фирма, как и есть, Soft Deluxe. И вот видите, у нее трехслойная, четыре рулона трехслойная. Вот это какая-то там софт, и получается, что из-за того, что у нее три слоя, она будет лучше, чем вот эта Зева. Так что вот так вот мне нужны именно слои. Ну, аромат сирени, это мне, конечно, очень приятно. Гель для душа от Эйвен, мужской, такой большой-большой. Фуармен, вот он такой голубой, муж мылся, нравился, но у нас сейчас стоит ванная тоже от Эйвен, 250, по-моему, миллилитров. Тоже из каких-то там последних новинок, ему не нравится, и, в общем, вот он вот настолько вот израсходовал. Говорит, плохо смывается, потом я его покажу в следующих пустых банках. Не знаю, кто теперь будет его промывать, наверное, мне придется, я не знаю. Но ему не понравился, я прям в шоке, ну, забраковал гель для душа от Эйвен. А этот он израсходовал, долго пользовался, банка большая ему, это надолго хватает. Вот такой аромаспа лайм, пилинг, да, солевой, из фикс-прайса. Ох, как долго я им пользовалась, мама, не горюй, как я долго им пользовалась. И, наконец-то, я его использовала. От него просто, если какие-то порезы, ранки есть, щепетело. Вот, прикольно, конечно, но... У меня такое ощущение, как будто я просто вот, ну, тоже солью трусь, не знаю. Немножко от этого, что вот из фикс-прайса, мне кажется, качество не очень. Дегтярное мыло, без которого я не могу жить. Очень-очень вкусный. Спрей для тела, жасмин, лосьон, да, от Эйвен. Я вообще просто кайфовала о том, что аромат жасмина. Я не знаю, откуда у меня взялось. То есть, жасмин мне гораздо больше нравится, чем лаванда. Вот, сейчас я своими тренажерами, которые я приобрела от фирмы Супра. У меня вот закончился от Селита. Фитнес-боди, Флоресан. И от Эйвен. Вот этот скульптор тела, новинка прошлого года. Вот. Вот такие две штуки у меня закончились. То есть, просто так наносить на тело я уже не балуюсь так. Немножко я не доверяю просто этому. И вот купила тренажер и наношу на тело. И просто мажу. Я не думаю, что прямо у меня что-то уменьшится, когда я покупаю такие лосьоны. Ну, все-таки из-за того, что они пишут и что-то обещают, я покупаю их. А не просто крем для тела, да, какой-нибудь питательный или увлажняющий. Вот беру их, мажу на тело, включаю тренажер и начинаю тут сбивать свои жиры. И даже они, и даже тренажер, и все с горем пополам еле-еле-еле что-то уменьшается. Вот и представьте. Запах. Между прочим, здесь очень хороший состав, хоть его и браковали некоторые. А не возьмется? Вот, сок плодов граната, масло там пятое-десятое. Мне он, да, меня устраивает. Лично этот состав мне понравился. Ну, не знаю, исключением ядов этих. Новосвит. Маска для лица и зона декольте. Извините, все трясется. Это та маска, которой я не могу найти срок годности. Я не пойму, вот, может быть. Вот, не хочет он брать. Чего тут, до 15-го года я так понимаю, иначе, что, 93-й. Вот. Вот такая вот маска. Вот. Она полная. Вот, она вот до сюда. Вот до сюда. Она целая, с диатомовыми водорослями, инновационный комплекс. Так что, куда бы мне ее... Тут у меня вот аура, салфетки закончились. Она вот выглядит... Тут ее до хрена, смотрите. Я не знаю срок годности, и из-за этого не пользуюсь. Может, на шее было попробовать. Это из обычного магазина какого-то, это из фикс прайса, маска, которая закончилась. Потому что я знаю, до какого срок годности. До 3-го, 16-го. Ну, я ее закончила, но долго ей пользовалась. Вот. Очень-очень долго ей пользовалась. Потому что тоже мне не особо доверяю я этой фирме. Из-за того, что я с фикс прайса, так же, как я, ну, с трапом, мне кажется, какие-то поделки. Ну, ничего не могу сказать. Нормальная маска, ну... Вопрос, те ли там ингредиенты, которые они пишут в составе, вот в чем вопрос. Не увидела никакого там улучшения. Хотя, хотя, вы знаете, питательная она, неплохая. Ну, ну... Так, кто там тут балуется. Himalaya Herbos, очищающий гель для умывания с нимон, для нормальной жирной кожи. Это реально гель. Как я ждала быстрее, чтобы он у меня закончился. Вот он у меня закончился. Я им пользовалась ванной. То есть залазила в ванную, наносила на лицо, смывала все свои крема и маски, которые я там, если я делала. И быстрее ждала, когда же он закончится. Поэтому я тоже ничего не поняла и не в восторге. Ни мой куркума, не знаю, не в восторге я. Лет через сто еще возьму его. Зубные пасты, которые у нас закончились. Это колгейт. Это органик от сплат, который я не очень любила, а то бишь сплат. И вот это мне понравилось. А значит, я куплю еще. Такая гелевая формула. И лесный бальзам, которым я не, как сказать, не придаю общему эту фирму. Покупаю их постоянно. Брев такая, доместес такая. Брев океанский брест и брев с хлорком комплексом. Ну, что могу сказать. Дают аромат, бешеный аромат. Даже иногда кажется, что у меня из-за этого не дышит нос энергия. Но не смывают они хорошо промыть этот унитаз. Но я, тем не менее, все равно покупаю. Это как какой-то помощник. Какую-то что-то часть, мне кажется, немного дезинфицирует. А мыть все равно унитаз нужно. Это не защита. Интимная гигиенка влажной салфетки от Котель, Кот и Сикс Прайса. Тоже там состав, что ромашка написана, по-моему, больше ничего нет. Но я их использую по назначению. Тобыш, ну, не прям в смысле, короче. Ладно. В общем, нормальные салфетки сойдут. Так, вот такая штучка у меня есть. Вот, смотрите. Тут были и такие два блистера, вот так вот вытянутые. Две штуки, да, для приготовления хвойных ванн. Понравились, прикольно. Чувствуешь себя так как-то. Прям в Руси, на Руси. Недавно покупала вот такое мыло. С цветочным ароматом. Такая, бутылек маленький. Хоть и 250. Закончился быстро. Подходит под дизайн. Хотелось бы, чтобы побольше они выпускали. Так я потом подумала, она громоздка будет смотреться на раковине. В общем, быстро у нас закончился он. Мне понравилось, как он моет руки. Я не ко всем мылом так отношусь. У меня здесь и закончившаяся есть еще вот такая фирма. Вот. Здесь уже побольше. Здесь 520. Это апельсиновый мед. Вот я тут. Свет, видите, он. Апельсиновый мед. Вот. И что я могу сказать. Вот это мыло. Вот это. Все-то, конечно, прикольно. Она пахнет нежной апельсинкой. Но оно гелево как бы падает на руку. Да, упало. И потом она падает в раковину. Вот так, куском. То есть я не успеваю его размылить. Вот. Это большой минус. Это огромнейший минус, в конце концов. Половина мыла постоянно вываливается в раковину. Ну, а что? Зачем оно мне такое нужно? Не нужно оно мне. У этого мыла таких проблем нет. Но проблема есть в том, что оно тяжело смывается с рук. Долго-долго. Уже включаешь горячую воду. В конце концов психуешь. Под кольцо залазит. В конце концов начинаешь брать дегтярное мыло. И нахрен смывать его. А так, в целом, хорошее мыло. Приятный аромат цветочный. Но плохо смывается. Для аппетит Марселье. Гель для душа. Франция, франция. Хороший гель для душа. Цветок вишни божественный. Конечно, аромат. Тут у меня картонная упаковка была. Ну, что-то долго останавливается. Хороший, не сушит. И, кстати, он гель пена. А гель пены я не люблю. Мужа инфином закончился. Дезодорант. Половина его на это здесь есть. Он, что, в прошлый раз, там, не знаю, когда, год еще назад. Он нифига не пользуется. Забывает им пользоваться. И он, когда я достала, он сломался. А его здесь еще много. Фу, оно воняло, господи. Пантенол. Ну да, он уже закончился. Вот, крышки нет. Ну, а что они вам останавливаются? Нормальное средство. Мы его используем при ожогах. Солнце, море, пляж. Я себе стараюсь не... Как... В общем, не могу слово это вспомнить. В общем, я пользуюсь лактоцидом из аптеки в основном. Ну, тут у меня в наборе попалось... Я покупала гель для душа, и в наборе было вот еще и жидкое мыло. С экстрактом ромашки. Ну, и что, попользовалась. И ничего так нормально понравилось. Ну, так что вполне можно пользоваться. Раздражений не было. Так, это у нас вот такое масло. Из Египта. Вот его упаковка, которая уже вся попортилась. Алхашеш или Элхашеш. Ничего на русском, естественно, нет. Даже, по-моему... А, вот на английском что-то есть. Кто знает английский? И я его не знаю. Вот. Масло, про которое я ничего не знала. Тут еще такая, внизу такая, видите, неровность такая есть. Бутылочка интересная. Вот оно зеленое. Green Oil. Зеленое что-то, что-то. И в интернете я стала о нем искать. В общем, оно на травах. Нормальное такое масло. В принципе, хорошо питает волосы, когда его смываешь. Смывала я его двумя шампунями. То есть, два раза я насмывалась. Нежели чем Амло, который сейчас я пользуюсь, мне приходится смывать три раза. В общем, хорошо это масло питает волосы. И потом, значит, два дня после него они просто пышные. Они просто пропитанные. То есть, прям оно очень хорошо в волоски залазит. Тимотей. Тимотей, Тимотей. Спрей для волос. У него, сразу скажу, брак был. Помпочка вот эта очень тяжело, туго нажималась. И выстрелила не вот так. То есть, пышно, да, вот так. А вот так вот стреляла. Прямо для волос. Ну, смысл вообще не понимаю. Как же так было? Надо же нам, чтобы распыляло все волосы. А не просто прямо тупо стреляло. Здесь, по-моему, у нас макадамия. Вот. Витамины, масла. Мужу, мужу. Очень нравился аромат. Он всегда у меня спрашивал, чем ты пахнешь, чем ты пахнешь. А я брызгала волосы. Я брызгала волосы. Вот так вот он не стреляет, как они нарисовали вот на картинке. Вот так он не распыляет. Он распыляет просто прямо. Просто прямо. Вот. Ну, не знаю. Волосы не от таких средств. Потом жирнятся волосы. Я вот это не люблю. От Эйван. Вот такой из новинок. Гранат и миндаль. Не стекло. Ну, что могу сказать? Ну, меня что-то не зацепило. То есть я про аромат говорю. То, что написано с экстрактом розы. То, что они хорошие и нет аллергии у меня, это однозначно. Ну, аромат это не мой. Поэтому вот такой против потоделения для стоп. Он тоже. У нас один такой закончился, другой сейчас. То есть, ну, давно заканчивался. Сейчас опять заканчивается. Опять это я покупала мужу. И он не пользуется. Вот. Не пользуется. Он забывает. Ничего по этому сказать не могу. Вроде бы помогает чуть-чуть. Но он забывает пользоваться, с другойностью проходит. Такая вот масочка. Я покупаю ее в аптеке. Вот. Красная икра. Ну, конечно, после маски всегда, в принципе, все хорошо. Приятно так. Оно всегда. С фикс-прайсом. С одежды, кстати, к ромашке. Салфетки, которые, кстати, я не вижу, где фирма. Где уже фирма-то написана? Бесфирменные салфетки. Поэтому они мне не нравятся. Нежели чем вот эти. Аура. Они антибактериальные. Хорошие салфетки. И мне нравится дизайн яркий такой. Как сказать? Веселенький. И фраше. Такая масочка трехминутная, как они пишут. Боже, как я ее долго добивала. Сначала я ее не поняла. Какой-то гель, какой-то гель на лице. Тоже только ванной я его пользовала. Вот. А потом, под конец, девочки, я ее доперла. И мне он понравился. Ну, он явно не от прыщей, а просто питательный, увлажняющий. Просто увлажнение. Вот и все. Баловство я такое называю. Девочки, мы любим такое просто. Залезла в ванну и намазала на лицо. И трыхнешь. И все. Увлажнение есть, на том спасибо. Из последних у меня запасов от Эйвон. Такого средства уже в Эйвоне нет. Это дезодорирующий лосьон-спрей для женской интимной гиены с легким цветочным арабатом 25 мл. Который мне очень нравился. Брызгать после депиляции, так скажем. Здесь, по-моему, у нас ромашка и алоэ тоже есть в составе. Жалко, что они убрали. Мне очень нравилось. Оно прыщики ничего тут не оставляет, когда им пользуешься. Ну, не знали. Мое любимое мыло ДАВ. Обожаю его. Просто обожаю. Кремовое. От Фаберлик закончился вот такой. Как вам назвать? Кто же это для всех типов кожи? Кислородный бальзам защиты и сияния. Вот такой я уже какой раз его заказываю. Получается, что надо его опять заказывать. Вот он, по-моему, такой голубоватый. Видите, какая хорошая открывашка? Он открывается. Вот он, голубой. Мне очень нравится. Если у вас от прыщей какая-то ранка осталась, то он заживит это по-быстрому, по мере возможности. Плюс еще советую наносить его. Она впитается. И потом после на него наносить крем, какое-то средство. Благодаря этому вот этот кислородный комплекс, он быстрее раскроет поры, так скажем. И вот крем, который вы нанесли после, он питается быстрее и будет лучший эффект. Ну, если честно, я такой практически никогда не делала. Я ношу просто его. И мне вот просто с ним нравится. Совершенно тоже новый, формен, гель, крем, матирующий, мотирование мужской. Я не стала им пользоваться. Муж, естественно, тоже не это. Я не захотела пользоваться мужским. Даже не ставим. Не знаю, какой тут. Давайте проверим. Вот он белый. Видите? Ничем не пахнет, во всяком случае. Помада от Герпеса, которую я покупаю, моя любимая. Ее большой минус, что если она лежит не в холодильнике, то сама потом помада, она как тает и разваливается. И поэтому надо ее удержать в холодильнике. Духи от Шанель. Парфюм, точнее. Как долго я их добивала. Боже ты мой. Какая-то хрень. Как долго я их добивала. Очень нежный аромат. Мне он надоел. На лето-то, конечно же, только. Мне он надоел. Я не знаю. Мне не нравится. Я бы у себя повторно уже Шанель не купила. Глистер от Amway. Классная штука. Когда я училась еще в школе, мне вообще очень нравилась эта вот эта штучка. Она прям так обжигает. А те, кто курит, кстати, мужики, да, не мешало бы ей пользоваться. Знаете, у меня такие, смотрите, грязные уже. Порошки для... Я их нашла. Мятный порошок. Вот они, три штуки. Вот. Они даже прицокли, не открываются. Вот они. Я их выкидываю. Тоже давно уже брала. Зато мои любимые салфетки из фикс-прайса, это вот эти. Протект салфетки антибактериальные. Всегда покупаю, нравится. Я им даже раковину вытираю, ну, то есть, эти, мебель там, да. И вот такой гель с аптеки, метронидозол. Является противовоспалительным средством. Это фирма Метрогил. Вот. Мне нравится. Если у вас тоже какие-то следы от прыщей, ранки, пользуйтесь им. Он хорошо лечит. И также у мужа закончился вот такой шариковый дезодорант, который тоже практически полный. Если он уж распылительными дезодорантами не еле-еле пользуется, то этим подавно. Это кто-то дарил. По-моему, сестра его набор. Тоже выкидываем. Ну, и что последнее? У меня закончилось от Амфу Эйвам. Анию Клиникал, да, то есть, такой там был, у них есть, точнее, средство два в одном для кожи вокруг глаз, гель для век и крем для кожи под глазами. Лифтинг-система. Я такая думаю, ну, интересно, интересно же, да, что он себе представляет. Вот, все так интересно, так цивильненько. Вот видите, вот эта верхняя часть, а здесь нижняя часть. Вот, открыла. Вот у меня даже тут что-то осталось. Ой, куда я снимаю? Вот, да, что-то осталось. Девочки, ну, ничем. Ну, в принципе, вот это, может быть, работает. Мне, кстати, она понравилась на гелево. Вот это кремовая. Ну, вообще, она прикольная. Кремовая тоже очень вкусно пахнет. Но я не увидела результата. Более того, мне кажется, у меня даже больше морщин появилось. Ну, смотрите сами. Пользуюсь им всякой ерундой. Оно не помогает. Ладно, спасибо за внимание. Я все это сейчас буду выкидывать. Пишите свои комментарии. Давайте общаться будем. Всем пока-пока.